Дмитрий Петров 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 После перехода в новый клуб выйти и сыграть с чистого листа всегда непросто. Но благодаря играм национальных сборных Бруно Телес получил возможность провести в составе своей новой команды генеральную репетицию. 11 сентября крылья советов в Тольятти сошлись в товарищеском матче с местной Ладой и Бразилийс провел на поле все 90 минут. 14 футболистов в заявке из них двое вратари. Несмотря на отсутствие игроков, уехавших в сборные, Андрей Коберев не стал привлекать к матчу в Тольятти футболистов молодежного состава. Это решение можно понять. Наработка различных тактических вариантов с игроками, готовыми выйти на поле уже сегодня, для нашего наставника сейчас является приоритетной задачей. Кроме того, как можно быстрее нужно было вводить в состав новобранца Телеса. После трех поражений к ряду нашей команде жизненно важно в самое ближайшее время прервать неприятную серию. И встреча с Ладой дала тренерскому штабу возможность немного поэкспериментировать, не рискуя при этом потерей очков. К числу вынужденных экспериментов можно отнести появление в центре обороны Романа Воробьева. А вот выход на острие атак Артема Делькина, которые при появлении Корнеленко и Кобайера действуют из глубины и ближе к флангам, выглядело абсолютно логичным. Впрочем, в начале встречи ключевую роль на поле взял на себя Пабло Сибаес. Парагвайский нападающий демонстрировал, что уже полностью вписался в командное построение крыльев и готов брать на себя лидерские функции. Сибаес успевал не только дирижировать атаками, но и сам угрожал воротам, не гнушаясь при этом участвовать в прессинге. Моменты у ворот хозяев возникали с завидной регулярностью, гол назревал, но в завершающей стадии самарсам раз за разом не везло, да и голкипер Лады Максим Павлов на последнем рубеже творил чудеса. Преимущество гостей в классе было заметно невооруженным глазом. На пятнадцатой минуте Свежов разогнал атаку, Григорян, обыграв еще пару соперников, вывел Делькина один на один с вратарем, и Артему наконец удалось опередить Павлова. Голкипер решился, на фол последней надежды, судья назначил очевидный пенальти, а вот удалять провинившегося не стал. Оно и понятно, фол не был грубым, а цели товарищеской встречи подразумевают противостояние в равных составах. Без пенальти отправился Сибайос, и не то чтобы плохо пробил, но все-таки оставил Павлову шанс, которым он великолепно воспользовался. Уже к середине первого тайма вратарь Лады стал главным претендентом на звание героя встречи. Пробить оборону противника крыльям удалось лишь на 25-й минуте. Свежов, который в этом матче очень охотно шел в обводку, в очередной раз блеснул техникой, ушел сразу от двух опекунов, и, не встретив сопротивления, пробил метров с 25 в правый от вратаря угол. Дотянуться до пущенного с бильярдной точностью мяча у Павлова не было ни единого шанса. В этот момент, подумалось, прорвало. Теперь-то единожды нашедший путь в сетку мяч окажется там снова и снова. Но не тут-то было. Крылья продолжали транжирить моменты. Сибаев, Сделькин, Немов и все тот же Свежов упускали великолепные возможности. Тем временем в Тольятти закончился рабочий день, и любители футбола, пусть и с небольшим опозданием, потянулись на стадион Торпедо. Большая часть болельщиков равномерно рассредоточилась по трибуне вблизи центральной линии. Чуть меньшей по численности, но куда более организованная группа фанатов заняла позиции за воротами Вавилина. В ход пошли и голоса, и ладони, и даже барабан, что, несомненно, придало атмосферы матчу и настроение тольяттинским футболистам. Словно услышав призыв своих юных поклонников, «Лада» начала все чаще перебираться на половину поля крыльев Советов. И несколько раз дело дошло до вполне осязаемой угрозы воротам Дениса Вавилина. Но до перерыва изменить счет не удалось ни автозаводцам, ни их гостям. Во втором тайме тренерский штаб «Лады» начал активно пользоваться заменами. Благо в товарищеской встрече их количество ограничивать не стали. В числе прочих на поле вышел и защитник Владимир Ярославцев, выступавший некоторое время за молодежный состав крыльев. Самарцы тоже вскоре произвели замены, причем одна из них оказалась вынужденной. В абсолютно безобидном игровом эпизоде Стив неудачно приземлился на плечо. Над французом долго колдовали врачи команды, после чего он смог самостоятельно покинуть поле, но не продолжать игру. Сразу поспешим вас успокоить. Проведенное сразу после матча обследование выявило у нашего защитника только выех. Все кости остались целы. Выход Голубева вместо Стива и Елисеева вместо Делькина привел к масштабным перестроениям в рядах самарцев. Дмитрий занял место Воробьева в центре обороны, Роман сменил Баляйкина в опорной зоне, а последний закрыл опустевшую позицию правого защитника. На стрии атак был выдвинут Григорян. Елисеев же обосновался на более привычном для себя правом фланге. Травма товарища по команде не лучшим образом сказалась на настроении самарских игроков. Прибавил по сравнению с первым таймом, пожалуй, только Бруно Телис. Бразилец на глазах находил взаимопонимание с новыми партнерами. И с каждой минутой все смелее подключался к атакам, временами оказываясь едва ли не в чужой штрафной. Но количество опасных моментов у ворот Павлова по сравнению с первой половиной встречи сократилось в разы. Может быть, именно по этой причине молодежь в фанатском секторе заскучала и решила найти способ развлечь себя самостоятельно. Сначала небольшим фаер-шоу, а затем еще более экстравагантным способом. В официальных матчах в любой стране мира можно время от времени наблюдать фанатов, убегающих на поле. Но на этот раз у тольяттинцев причин бежать не было. Их никто не собирался преследовать. Главный арбитр Артем Еремеев лишь остановил встречу. Да и футболисты отнеслись к появлению на поле новой команды численностью в несколько десятков человек. Весьма равнодушно. Спев несколько песен в поддержку своих любимцев и поаплодировав сами себе, фанаты также спокойно вернулись на трибуну, едва завидев первых, направляющихся в их сторону, сотрудников частного охранного предприятия. Игра возобновилась, и стало понятно, что пауза пошла на пользу хозяевам. К действиям самарских форвардов Лада в конце концов сумела приспособиться. Да и в атаке у тольяттинцев стало получаться куда больше. До поры до времени удары поворотом Вавилина не таили серьезной опасности. Но за две минуты до окончания основного времени матча Алексей Верещак сумел сравнять счет, чем привел в восторг трибуны. Вот уж когда фанаты пожалели, что раньше времени израсходовали запасы пиротехники. Стоит отметить, что Верещак забивает крыльям во втором матче подряд. 21 июня этого года в контрольной встрече на бате крыльев Советов Алексею также удалось отличиться. В оставшиеся до финального свистка минуты самарцы буквально висели на воротах противника, но склонить чашу весов в свою пользу не успели. Впрочем, исход этого матча навряд ли занимал тренерский штаб сильнее, чем повреждение одного из основных защитников и невозможность готовиться полным составом к важнейшей выездной игре в Саранске. Пока Премьер-лига отдыхает, у ветеранов первенства России вступает в решающую стадию. И пусть ставки в этом турнире не так высоки, но в страсти и самоотверженности ветеранов могли бы поучиться даже молодые футболисты. Чтобы убедиться в этом, смотрите наш следующий сюжет. Футбольный клуб Тольятти и сборная Челябинской области сошлись в третий игровой день финального этапа первенства России по футболу. Но для тольяттинцев этот матч был лишь вторым по счету. Из-за того, что коллектив из Перми не смог приехать в Самару, у каждой из команд появился один дополнительный выходной. В понедельник отдыхать выпало хозяевам турнира, но и в матче соседей автозаводцев против гостей с Урала у ряда игроков тоже были персональные болельщики. Ворота футбольного клуба Тольятти защищал хорошо знакомый самарцем по выступлениям за крылья советов в начале 90-х Михаил Володин. А в челябинской команде самарский десант оказался еще более представительным. Мы в последний момент уже собрались ехать. Я говорю, количество не набирали. Нам с Москвы позвонили с федерации, сказали, что если есть у вас ребята, которые принимали участие в Самаре, играли с Самарой за челябинской командой, то можете их заявить. То есть мы вспомнили сразу ребята, которые были в Луколе, в частности Максим Носов. Он с удовольствием согласился сыграть за нас, помогает. Ему спасибо. Дебют встречи остался за тольяттинцами. Футболисты в синей форме неплохо комбинировали, использовали для атак всю ширину поля и радовали футбольных курманов отличным взаимопониманием. Это и неудивительно. Команду автозаводцев сыгранная, имеющая за плечами не только сражения, но и победы. А газон второго поля «Металлурга» располагал в комбинационной игре. Мы выступаем на чемпионат города Самары. Уже третий сезон. Первый год мы по спортивному принципу играли в первой лиге. Вышли среди ветеранов. Второй год мы выступали, заняли второе место в высшей лиге. И в этом году мы выиграли и кубок, суперкубок, и выиграли и чемпионат Самары города. Наконец, на 12-й минуте Роману Стрижову удалось воплотить игровой перевес Тольятти в забитый мяч. Форвард сместился с фланга в центр и поразил цель сильным ударом в дальний угол. У ветеранов тольяттинского футбола были моменты, чтобы решить исход встречи еще в первом тайме. Но галкипер челябинской команды действовал выше всяких похвал. Чуть реже приходилось вступать в игру Михаилу Володину, но и у его ворот время от времени возникали опасные ситуации. Первая половина встречи подходила к концу, когда в одном из игровых эпизодов галкипер получил повреждение руки и не смог продолжить встречу. После перерыва тольяттинцы сумели удвоить свой перевес. Дубль оформил Стрижов. В ход матча чуть было не вмешались сторонние обстоятельства. Вслед за основным галкипером автозаводцы в результате жесткого единоборства чуть было не потеряли резервного. Но после врачебной помощи Страшворот все-таки смог вернуться в игру. Это неприятно, когда человек травму получает. Более это второй вратарь уже был. Молодец. Доиграл игру. Я думаю, восстановится и в следующей игре будет в поле. Навряд ли это повреждение послужило причиной тому, что сборная Челябинской области сумела отыграть один мяч. Скорее игрокам обороны нужно винить себя за излишнюю расслабленность. А вот удар в верхний угол был из разряда неберущихся. Забив однажды, уральские футболисты воспряли духом и чуть было не спасли уже, казалось, проигранный матч. Но сил на большее у них не хватило. Достаточно равная игра, хотя мы могли и побольше бы забить и спокойно довести игру. А концовка оказалась нервная, пришлось чуть ли не отбиваться. Тяжеловато, конечно, три игры подряд. Хотя, поймите, мы не жалуемся. Понимали, что так будет. Это тяжело. То есть, мне, например, 45 лет. Сегодня уже было тяжело. Поэтому уже понимаем, на будущее будем поопытнее, что надо все-таки человек 20 вести, чтобы поддерживать темп и уже бороться за высокие места. Надо, конечно, побольше народу привезти. В другом матче игрового дня сборная Ставрополя обыграла ветеранов футбольного клуба «Кубань». И с максимальным результатом 9 очков в трех матчах обеспечила себе победу в турнире. Что касается крыльев, то 12 сентября нашу команду ждет волжское дерби. В вочном поединке самарцы оспорят с футбольным клубом «Тольятти» право продолжить борьбу за вторую строчку в таблице. В понедельник, 17 сентября, крылья Советов впервые в официальном матче сразятся с Мордовией. А Антон Бабер первый раз выйдет на поле против самарской команды. Символично, что противостоять Антону на фланге будет, скорее всего, Бруно Телес, для которого эта встреча тоже станет во всех отношениях дебютной. О том, какой стала первая страница в истории противостояния крыльев и Мордовии, поговорим ровно через неделю в программе «Футбольный регион». С вами был Дмитрий Петров. Увидимся на телеканале «Губерния», в портале чемпионат.ком и официальном сайте крыльев Советов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!